Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – мир звёзд, главные члены предложения, распространённые и нераспространённые предложения. Сегодня на уроке ты вспомнишь главные члены предложения, на какие вопросы они отвечают, чем являются в предложении и как подчёркиваются. Ты узнаешь, что такое распространённое и нераспространённое предложение. Наш урок мы начнём с загадки. Искры небо прожигают, а до нас не долетают. Молодцы, ребята! Это звезда! Отгадав следующую загадку, вы узнаете о самой ближайшей к нам звезде. Ты весь мир обогреваешь, ты усталости не знаешь, улыбаешься в оконце, а зовут тебя все. Солнце. Солнце – это ближайшая к нам звезда. Звёзд – бесчисленное множество. Никто не в силах точно сказать, сколько существует звёзд. А сейчас, ребята, откройте тетради и запишите сегодняшнее число. Восьмое апреля. Классная работа. Пропишите букву З и запишите предложение. По звёздам корабли ходят. Ребята, давайте вспомним, что такое предложение. Верно. Предложение – это одно или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Скажите, а как связаны слова в предложении? Молодцы. Слова в предложении связаны по смыслу. А какие типы предложений по цели высказывания вы знаете? Верно. Повествовательное. Скажите, а какой знак ставится в конце повествовательного предложения? Точка. Следующий вид предложения – вопросительное. А какой знак ставится в конце вопросительного предложения? Верно. Вопросительный знак. И, наконец, третий вид предложения – это, конечно, побудительное. Какой знак ставится в конце побудительного предложения? Ребята, давайте прочитаем правило на странице 12 в учебнике и вспомним главные члены предложения Что такое подлежащее? Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает о ком или о чем говорится в предложении Отвечает на вопросы кто, что Чем выражено подлежащее в предложении чаще всего? Верно, оно выражено чаще всего существительным и местоимением Например, птицы громко запели Кто? Птицы – это подлежащее выражено именем существительным подчеркивается одной линией Я обрадовался Кто? Я – это подлежащее, выраженное местоимением, подчеркивается одной линией Следующий член предложения – сказуемое Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем Отвечает на вопросы что делать, что делает Чем выражено в предложении сказуемое? Правильно, глаголом Например, птицы громко запели Задаем вопрос к сказуемому от существительного Кто? Птицы Птицы что сделали? Запели Запели – это сказуемое, выраженное глаголом, подчеркивается двумя линиями Следующее предложение Я обрадовался Я что сделал? Обрадовался Это сказуемое, выраженное глаголом, подчеркивается двумя линиями А теперь, вспомнив правило, давайте найдем грамматическую основу в записанном предложении по чистописанию По звездам корабли ходят Что? Корабли Это подлежащее, выраженное именем существительным, подчеркивается одной линией Корабли что делают? Ходят Это сказуемое, выраженное глаголом, подчеркивается двумя линиями Прочитайте и запишите предложение Светит солнце Найдите грамматическую основу в этом предложении Что? Солнце Это подлежащее, выраженное именем существительным Солнце что делает? Светит Это сказуемое, выраженное глаголом Теперь предлагаем вам в это предложение добавить второстепенные члены предложения На небе светит яркое солнце Найдите грамматическую основу во втором предложении Правильно Светит солнце Из чего состоит первое предложение? Из главных членов предложения Ребята, предложение, которое состоит только из главных членов, называется нераспространенным Скажите, а чем отличается второе предложение от первого? Правильно Во втором предложении, кроме главных членов предложения, есть второстепенные Распространенные предложения, это предложения, которые кроме главных членов имеют хотя бы один второстепенный член Предложение Ребята, давайте выполним упражнение 1 на странице 12 Прочитая стихотворение, выпиши из стихотворения предложение к схемам Утро Солнышко проснулось Рассветает Розовеет небо вдалеке На ладошке небо звезды тают Как зимой снежинки на руке Вам даны 4 схемы Необходимо к этим схемам найти 4 предложения из этого стихотворения Поставьте видео на паузу и выполните самостоятельно Выполните самопроверку по образцу Утро Подлежащее выраженное существительным Второе предложение Солнышко проснулось Подлежащее солнышко выраженное именем существительным Проснулось Сказуемое выраженное глаголом Третье предложение Рассветает Это сказуемое выраженное глаголом И четвертое предложение «Розовеет небо вдалеке». Что «небо» – это подлежащее выраженное именем существительным. «Небо что делает?» «Розовеет» – это сказуемое, выраженное глаголом. А сейчас, ребята, физминутка. Раз, два, стоит ракета. Три, четыре, скоро взлёт. Чтобы долететь до Солнца, космонавтам нужен год. Но дорогой нам не страшно. Каждый ведь из нас – атлет. Пролетая над землёю, ей передадим привет. Ребята, прежде чем продолжить наше путешествие в мире звёзд, давайте на страничке 13 вспомним, какие типы текстов бывают. Текст повествования. Рассказывают, сообщают о чём-либо. Отвечают на вопросы «что», «где», «когда», «как». Текст описания. Описывают предметы и события. Отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». И третий тип текста – текст рассуждения. Объясняют что-либо, рассуждают о причинах и отвечают на вопросы «почему». Итак, ребята, перед вами три текста о звёздах. Поставь видео на паузу, прочитай тексты и определи их тип устно. Первый текст повествования. Однажды я попытался сосчитать все звёзды на небе, но быстро сбился. В книге я прочитал, что без всяких приборов можно разглядеть около шести тысяч звёзд, а с помощью телескопа почти два миллиарда. Второй текст – текст описания. Звёзды – это огромные раскалённые газовые шары. Самые горячие звёзды – голубого цвета, а менее горячие – красного. Звёзды бывают маленькие, большие и гигантские. Третий текст – рассуждения. На небе в ясную погоду мы видим маленькие мерцающие точки – звёзды. Звёзды кажутся нам маленькими, потому что они от нас находятся очень далеко. И свет от далёких звёзд приходит на Землю спустя сотни и даже тысячи лет. А сейчас, ребята, давайте повторим изученный материал. Вам необходимо установить соответствие между столбиками, определить, какое предложение является распространённым и какое нераспространённым, а также найти словосочетание. Выполните самопроверку по образцу. Домашнее задание, страница 14, упражнение 4. Соедини слова в пары, составь и запиши с ними предложение, добавив второстепенные члены. Ребята, давайте подведём итоги урока. У вас на партах лежат светофоры. Если всё было понятно, то покажите зелёный свет. Если были трудности – жёлтый. А кто совсем ничего не понял, то покажите красный свет. Я думаю, что у всех зелёный свет. Вы сегодня очень хорошо поработали. Вы молодцы. В преданиях старых говорится, Когда родился человек, Звезда на небе загорится, Чтобы светить ему навек. Так пусть она тебе сияет, По крайней мере, лет до ста, И школьный путь твой освещает, Наполняя знаниями всегда. До свидания, ребята. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!